У меня руки немеют, мне трудно шевелить пальцами, мне трудно контролировать лицо, мышцы лица, они как будто сами. Да, да, мне так хорошо, мне даже плакать захотелось. Шестидесятый этаж, и лифт остановился, двери открываются, и ты в Млечном Пути. И сейчас я посчитаю это единицы до трех, и мы переместимся в место для закачки энергии. У каждого это свое место, это может быть как и сад, так и поляна. И скажи, пожалуйста, где ты находишься? Что ты видишь? Я не ощущаю себя там, я ощущаю себя здесь. Давай так сделаем. Хорошо, давай сейчас мы тогда переместимся в место, большая-большая поляна в лесу. И сейчас рассмотрим это пространство. Насчет три. Один, два, три. Ты посередине большой поляны. Посмотри, пожалуйста, вокруг себе. Да, вокруг меня лес, но вот в одном месте его нету. Как бы пустое место такое. Ну, он кругом вокруг идет, и в одном месте не соединяется. И туда идет пространство, туда. Как будто бы поляна туда продолжается. Очень хорошо. Так, посмотри, пожалуйста, по сторонам, на небо, в другие места различные. Оглянись. Это хвойный лес, очень высокие деревья, небо голубое с облаками. Так, посмотри, пожалуйста, на себя. Ты во что-то одета, может быть, какая-то одежда на тебе есть? Да, я в васяком, я в своем летнем фиолетовом платье любимом. Выйди на центр этой поляны. Ну, я в центре. Отлично, хорошо. Хорошо. И сейчас тебе... Мы будем сейчас закачивать энергию определенных цветов. Сейчас тебе приходит цифра, если 100% это полностью здоровый человек, то сколько тебе процентов нужно для этого сеанса? То есть, это может быть и больше 100, и меньше 100. То есть, просто как ты чувствуешь, сколько тебе нужно сейчас энергии в процентах? Я чувствую 150. Да, да, да. Все правильно. 150. Очень хорошо, да. И посмотри, пожалуйста, каких цветов сейчас ты видишь перед тобой цвета, которые тебе нужны. Почему-то зеленый, голубой появился. Сначала все-все зеленое было, сейчас немножко голубое появилось или синий. Хорошо. И давай теперь мы готовы принимать энергию. Я сейчас посчитаю от единицы до трех. И в макушку твоей головы начнет входить мощный энергетический поток. 150% зеленого, синего и голубого. Распределяться по тебе наиболее эффективным образом. А ты принимай с благодарностью эти энергии. И на счет три пошел поток. Один, два, три, пошли энергии. Смотри, да, ты отключай анализ. Просто в полном доверии себе, всем образом, который приходит, они именно идут так. То есть, потом после сеанса ты можешь думать, представляешь или нет. Но сейчас просто доверься полностью и позволь этому быть. Ну, вот то, что я вижу, там еще и желтый идет почему-то. Ну, так, хорошо. Давай, принимай эти потоки. И пусть эти потоки идут. И когда закончится, скажешь, что хватит. Идут? Идут. Я не могу наполнить. Такое ощущение, что куда-то уходит она еще. Угу, угу. Хорошо. Так, хорошо, давай тогда... До колен проходит и все. До колен, да? Хорошо, давай тогда пока прекратим. Стоп. Угу. На счет три появляется большой-большой белый экран. Светящийся экран, как на проекторе. Такой один, два, три появляется большой-белый экран. И давай, ты поставь свое вот это энергетическое тело прямо на экран, чтобы он ярко светил. Как бы просвечивал это тело. И сейчас на счет три, я посчитаю до трех, и на счет три появятся все чужеродные энергии, все интерференции в виде темных сгустков. Ты будешь четко их видеть. И так, я считаю, это единица до трех. Один, два, три. Проявляются все чужеродные энергии. Ты видишь четко контуры своего тела, ты видишь внутри. В голове, в мозге, в области мозга чуть-чуть нет, не закрашивается. Белый темный там, в районе горла, там вообще какая-то дыра, что ли. Угу, отлично, так, хорошо. Так, значит, что у нас в мозгу, да, справа? Что, посмотри еще раз внимательно, сконсенсируйся, видишь, да, это затемнение. Если, я сейчас посчитаю, это единица до трех, и оно будет подсвечено красным, если это чужеродные, если это внешние энергии какие-то. Если это твое, если это, например, негативные какие-то эмоции или что-то такого плана, то, что ты сама испустила, то оно останется черным. А если чужеродное что-то, чужое, это красное. Итак, я считаю, это единица до трех, и на счет три оно подсвечивается либо красным, либо останется черным. Один, два, три подсвечивается, если чужеродное красное. Красное. Красное, хорошо, это значит чужеродное. Хорошо, и давай я сейчас посчитаю от единицы до трех, и рядом проявятся все ответственные, ты можешь притянуть их за эту энергию, то есть это часть этой энергии. На счет три проявятся все ответственные, это твое биополе, и ты желаешь видеть всех ответственных. Ты хозяйка этого биополе, на счет три они появляются один, два, три, рядом появляются все ответственные за эту энергию. Я что-то не могу вот это все удержать, оно у меня, я то стою, вот поначалу мне мешало платье, я его сняла, то я в платье, то я без платья, то я скелет, то я с внутренностями, без кожи, мне вот это все скачет туда-сюда, я не могу вообще вот сконцентрироваться или что. Хорошо, я тебя понял. Или мозг у меня включился, или что, я не могу понять. Нет, ты не анализирую, во-первых, да, то есть просто, опять же, оно скачет, это нормально, да, то есть ты принимай как есть, оно скачет. Хорошо, еще раз тогда посмотри под ноги и посмотри на траву. Давай ее подщупаем еще раз. Видишь траву? Да, траву вижу. Хорошо, давай еще раз ее пощупай, прям вот ощущаю. ощущение, чтобы руками, прям можешь между рук и вот так вот потереть, да, чтобы именно ощущением сенсорикой, да, вот это все было увидеть. Хорошо, еще раз посмотри по сторонам. Ну вот все то же самое, что видишь. Хорошо, посмотри четко, да, чтобы ты видел лес, например, да, вот эти деревья ты видишь, да? Хорошо, еще раз небо посмотри. Я подошла к дереву. И коробку вложу. Захотелось. Вот, отлично, смотри, мне кажется, у тебя здесь земной энергии может не хватать. Ты к дереву подошла, ты хочешь энергии подпитаться земной? Да, 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 мне так хорошо, мне даже плакать захотелось. Да, ну, видишь, у тебя земной энергии, давай тогда подойди к нему, ты можешь его, прям слиться с ним. Настройся на это дерево, давай, я тебе дам время, чтобы ты полностью прочувствовал этот момент. Да, мне не хватает природы, воздуха, елового, вот этого, который... Хорошо, вдыхай его полной груди. Попроси лес дать тебе полностью эти энергии, которых тебе так не хватает. Дорогой лес, дорогой дух леса, я благодарю тебя за твою энергию. Мне так хорошо здесь, благодарю за помощь, за силу, за любовь, как свежо, давно так не дышала. Принимай с благодарностью энергии, безусловно. С безмерной любовью, благодарностью принимаю энергии леса, исцеляющие энергии. Хорошо, я думаю, это отличный момент, чтобы позвать сюда твоего Высшее Я. Давай тогда я сейчас посчитаю на трех, и из этого леса, из как раз места, где лес раступался, к нам придет Высшее Я твое в образе, которым оно предпочитает для нас. Один, два, три, мы зовем Высшее Я, позови, пожалуйста, свое Высшее Я. Я призываю свое Высшее Я. Хорошо, и визуализируй дорожку, и по ней пусть к нам приходит тот, кто нам нужен прийти Высшее Я в образе. Так, дорожка есть? Да, и... Он большой, светлый... Я благодарю, что ты пришел. Это прекрасно. Обнимитесь обязательно. Полностью растворись, погрузись в его энергию. Мы сели на лавочку, мы уже как-то так встречались, и так разговаривали. Какие энергии тут, что просто невозможно. Да. Ой, это прекрасно. Прекрасно. Это прекрасно. Опиши, пожалуйста, как он выглядит. Как ты его видишь? Он большой, светлый, с крыльями, бело-золотой, но он молчит. Смотри, пожалуйста, у него есть лицо, как он выглядит, как можно больше деталей постарайся рассмотреть. Я держу его за руку двумя руками, прижимаю к своей груди. Хорошо, что ты чувствуешь? Какие энергии ты чувствуешь? Я просто наслаждаюсь пока. Я не вижу его лица и голова, как будто не могу ее. Она как будто в дымке белой, в облаке. Ну, такой прозрачный практически, но я что-то не могу рассмотреть. Угу, хорошо. Он большой. Я вверх смотрю на него. Хорошо, принимай все энергии. И я прошу выше, я тоже. Давайте, вы можете взять друг друга за руки. Запусти, пожалуйста, я запускаю на счет три. Процесс синхронизации энергии и вибрации. Чтобы у вас синхронизировались энергии и вибрации. Чтобы у вас установилась связь еще лучше, чем сейчас. Для того, чтобы нам пообщаться в этом сеансе. А также во всей твоей последующей жизни, чтобы эта связь улучшилась. Я попрошу высшее я сейчас синхронизироваться с тобой на всех уровнях. Чтобы ваша энергия полностью обменяться энергией. Чтобы вы слились в единое, так скажем, целое. Кем вы и являетесь. Я сейчас буду считать от 1 до 9. И сейчас ты начни синхронизироваться с ним. То есть пусть он проведет необходимую работу. И когда почувствуешь, что он готов пообщаться с нами. Я просто скажи да. Чтобы он именно почувствовал, что он готов сказать да через тебя. Для этого мы сейчас запускаем процесс синхронизации. Итак, вы взялись за руки, да? Я держу его руку. Хорошо. И сейчас на счет 3 мы начинаем процесс синхронизации энергии и вибрации. И когда почувствуешь слово да, просто скажи его. Итак, 1, 2, 3. Пошла синхронизация энергии и вибрации. Вы обменяйтесь энергией. И я прошу Высшее Я полностью синхронизироваться. Полностью синхронизироваться. Когда вы будете готовы для синхронизации, для общения, просто скажите мне приветствую или да. И процесс пошел. Я буду считать. И когда вы будете готовы, скажите ему да. И я начинаю счет. Процесс идет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Да. Да. Высшее Я приветствую. Высшее Я Наталья? Да. Хорошо. Вы не могли бы немножко ее синхронизировать дыхание, чтобы нам пообщаться, чтобы эмоции наши не могли? Хорошо. Дыхание ровно спокойное. Хорошо. Я благодарю, что Вы пришли. Так прекрасные такие ощущения, такие энергии. Скажите, пожалуйста, у нее миссия какая-то в этом воплощении есть? Что бы Вы хотели ей сказать? На что обратить ей внимание? Дыхание ровное, спокойное, ритмичное. Хорошо, синхронизация проходит, синхронизация продолжается. Мы сейчас начнем разговаривать. И Вы продолжайте синхронизацию, чтобы у нас... Скажите, пожалуйста. Да, скажите. У меня руки немеют. Да, 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 хорошо. Немеют. Немеют. Хорошо. Полностью расслабляйся. Погружайся в энергию. Когда-то у меня было такое состояние, ощущение, когда я проходила холотропное дыхание. Пробовала, пыталась. Это нормально? Да, 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 это нормально, да. Ты полностью сейчас вне тела, поэтому тело так может реагировать. Как себя чувствуешь? Ты можешь подышать, чтобы тебе было хорошо? Мне трудно шевелить пальцами. Мне трудно контролировать лицо, мышцы лица. Они как будто сами. Не могу объяснить. Да, смотри, Высший Я может воспользоваться твоим речевым аппаратом. Ты можешь просто произносить слова, которые тебе приходят, и просто дать позволить синхронизироваться с тобой. Это процесс синхронизации. Когда вы полностью соединяетесь вместе, и ты можешь просто в него влиться полностью, и просто позволить ему говорить через тебя. Высший Я, я прошу тебя говорить через меня, потому что состояние непонятное. Хорошо, давай мы начнем сейчас процесс общения. И мы начнем с легких вопросов. Постепенно оно все легче и легче будет. Ты просто отвечай, что идет. Итак, Высший Я, я приветствую еще раз вас. Благодарю, что вы пришли. Вы готовы ответить на наши вопросы? Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы знали, что сегодня мы к вам придем? Вы готовили как-то эту встречу? Да. Вы как-то... Мне Наталья сказала, что вы... что сон какой-то интересный видели. Это связано как-то с сегодняшней встречей? Да. А что за сон? НЛО. Летающие тарелки. Все убегали. Нет, она не боялась. Она шла на встречу. Хорошо. А почему она шла на встречу? Она как-то связана с НЛО? Она хотела. Она готова. Она давно хотела. Она не боится. Она понимает. Мне вот интересно, да? Она инопланетная душа, да? Да. Ей плохо на Земле. А на Земле вы... На Земле вы уже воплощались до этого? Или это... Да. А сколько раз вы воплощались? Много. Много, да? Много. А скажите, пожалуйста, вообще вы в большинстве случаев в других звездных системах воплощаетесь? Это что-то Атлантида, наверное. Это водная цивилизация? Там вода есть? Вода есть. Хорошо. Так, там много воды, да? То есть это водный мир получался, да? В том числе. А почему вы решили воплощаться на Земле, да? То есть что вам интересно? Почему вы решили здесь на Земле воплощаться? Очень интереснейший опыт. Необходимый опыт. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот какие способности развивать нужные... На что ей обратить внимание? Хорошо. Какое у тебя сейчас воплощение по счету на Земле? 53. Хорошо. Что ты должна в этом воплощении сделать? Первое, что приходит в голову, просто говори какая-то мысль, любая. Принятие. Себя сначала прими. Хорошо. Ну, а скажите, да, а как принять себя? То есть всем людям это достаточно сложный такой, серьезный, я бы сказал, урок. Принять себя. То есть как принять себя, может быть, именно для... Ты, это я. Усмотри на меня. Ты любишь меня. Почему тогда не любишь себя? Как можешь любить меня и не любить себя? Мы часто забываем, что мы и есть высшее я, частичка. Ну, это хорошо. Сейчас вот эта синхронизация, которую мы проводили, да, она поможет вам в будущем? Все по-другому теперь будет. Все хорошо будет. Хорошо. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот в будущем что развивать, какие способности, на что обратить внимание? Прилительство. Солить. Люди тянутся. Чувствуют людей. Чувствуешь людей. Ты же чувствуешь? Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, а как именно развивать целительство? Это... В каком направлении идти? То есть много же видов очень целительства есть. Для нее какой лучше будет? Как-то подскажете? Подсознание. Как? Работа с подсознанием, да, других людей и со своим, да? Да. Хорошо. Так, ну вы, соответственно, она найдет, да, и какие-то книги к ней будут приходить, и люди, события, да, формироваться будут. То есть в этом направлении ей двигаться. Правильно я понимаю? Да, не сразу только. Но пойдет. Хорошо. Хорошо. Вот чтобы с вами общаться, ей в будущем, как это лучше наладить с вами связь? Через сон. Через сон, да? Она все давно во сне видит, не понимает ничего. Хорошо. Во сне вы приходите в каком образе? Разные. Чаще просто мысли. Хорошо. Вот она спрашивает, будут ли еще тяжелые кармические уроки? Как их, может быть, посоветуйте пройти их? Принять быстрее всего надо, принимать. Быстрее примет, ничего не будет, не будет принимать, будет. То есть большее доверие, да? Да. Да, потому что это не наказание, это именно все, как развитие. Селеса, страх. Страх убрать надо, нечего бояться. Так. А вот то, что, кстати, вот вы убирали, вы можете прокомментировать, пожалуйста? Вот в голове это что было? Давно. Не важно. Этого нет. А страх, вот как-то вот этот страх, как прорабатывать лучше? Доверие. Себе. Хорошо. У нее уже был такой опыт, она знает, как это, пусть вспоминает. А какие-то у нее сейчас негативные программы есть, которые вот с нелюбовью к себе связаны? То есть как лучше их поменять ей на позитивные? С детства, да. С детства идут там. Постоянно, незаслуженно обвиняли. Обвиняли. Она не делала, а ее обвиняли. Она не могла доказать. Старалась. Не верили, не принимали. Хорошо. Дальше больше, даже больше большая была. Так, все повторялось, все накопилось. Сейчас это уже все проходит. Проходит уже, исцеляется, учится. Все проходит уже. Хорошо. А, ну, детство, да, то есть это была такая программа, вот иметь таких, ну, такие обстоятельства, да, то есть это не сбой, это по программе было, что-то надо было. Сама выбрала такая душа, так все, пройти, накопить этот опыт, а потом от него избавиться. Правильно все проходит, все идет, все хорошо. Отлично. Отлично. Хорошо. То есть это уроки, да? Да. Хорошо. А вот то, что вот эти все обвинения, да, то есть что душа выработала, что, то есть это, что получила она, пройдя через эти все уроки, через эти трудности, да, то есть что приобрела, да, душа, что вы получили вследствие этого? Урок был очень сильное неприятие себя, просто до самого, и смогла, теперь ничего не сможет заставить усомниться в себе, ничто не ранит теперь ее, она знает, кто она. Да, ну да, теперь связь, когда все будет лучше и лучше, уже наличие этой связи уже фактически залог того, что человек совсем на другом уровне сознания находится и осознает все по-другому. Да, эти пласты уже ушли, она скинула это. Отлично, отлично. Так, а скажите, вот по поводу энергии денег, да, то есть какие-то есть подсознательно негативные программы в отношении денег и как их поменять на позитивные? Есть в детстве. Всегда не было денег, никогда не было того, что хотела. Хочу, обойдешься, перебьешься. И как это повлияло на сегодняшний день? Какие-то программы? Что-то перекрыто или какие-то страхи? Да, программы очень сильно засели. Это самая сильная негативная программа. по деньгам недостойно. Денег. Это все тоже на пути исцеления. Как лучше принять себя? То есть это, в принципе, тоже идет через любовь к себе, да, как вы уже сказали. все оттуда пойдет, все уйдет. Да, да. Она уже это все понимает сама. Скажите, пожалуйста, вот как войти в свой поток, как слиться своей сутью? Медитации. Хорошо. То есть ее способ это медитация, да, то есть я так понимаю, еще был способ холотропное дыхание, да, то есть какой все-таки медитации. И это поможет также вот эти уроки, да, пройти негативные программы и так далее. про любовь к себе. То есть именно с вами, да, как-то синхронизироваться во время медитации нужно самостоятельно? Может быть, в самогипнозе? Приходить, может быть, на эту поляну еще раз? Как вы считаете? Да, идеальный вариант. Да. Да. Там. Да. Хорошо. Я, кстати, вот заметил, что очень сильная связь с лесом, с природой, да, у нее действительно больше, чем у остальных людей. Это так? Да. А с чем это связано? Медведем была когда-то. О, ничего себе. Лес охраняла, да. Очень интересно. А это ее, как бы, считается, как тотемное животное, да, то есть это ее животное. Да, она чувствует с ним связь, да. Ух ты, а как ее можно использовать, эту связь, то есть на практике что можно делать, например? Травы изучать надо. Травы, целебные растения. Медведь знает. то есть может быть вот выйти в лес, допустим, да, и именно войти такое, как бы, полусостояние трансовое, представить себе, что ты именно вот этот медведь, и вот именно по вот этим ощущениям травы находить. Да, сразу проснется, возродится, начнет антуитивно чувствовать. Так, ну это, мне кажется, предпочтительный, да, способ получения энергии именно в лесу, от природы, то есть для нее это номер один, да? Да. Хорошо, хорошо. Так, так, так. Да, то есть вы мне ответили, это вот самый лучший метод для восстановления здоровья, это вот как раз природа, да? Правильно я понимаю? Да, медитация. Природа, медитация. Ну и то, что вы уже сказали. Хорошо, а расскажите немножко про себя, да, то есть вы, получается, в основном воплощаетесь не на земле, да, то есть находите, да, внеземного, поля, правильно я понимаю? Да, на земле просто очень хороший опыт. А так, ну, может быть, что-то можете рассказать, чем вы занимаетесь просто вот сами по себе, да, то есть какие-то, может быть, исследования делать или как вы вообще живете? Интересно. живем смеются. Что-то вы еще хотите сказать от себя, может быть, либо, ну, какие-то слова, либо что-то сделать, может быть, еще именно с, пока вы вместе, да, с Натальей сейчас что-то сказать важное, что мы еще не спросили? Тебя любят драгоценная наша душа, никогда в этом не сомневайся, ты же чувствуешь, всегда чувствуешь, свети, ты для этого, мы рядом всегда, не бойся, ты как маленькая девочка, не бойся, ты уже большая, ты уже выросла, не бойся, живи, дыши, свети, ты уже большая, ты выросла, тебя очень любим. Я благодарю вас, что вы пришли, что вы всегда на связи, что вы ответили наши вопросы, вот, ну и конечно не прощаемся, потому что Наталья всегда, надеюсь, теперь будет на связи, эта связь, надеюсь, с каждым днем будет лучше и лучше. Так и будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова